Барьеры расставлены, дальше разминка. Тренер не торопит. Спортсмен сам знает, когда готов приступить к тренировке. Они вместе уже много лет спорят, но всегда приходят к единому знаменателю. Вот и сейчас знают, форму Шубенкову терять нельзя. Говорят, мало ли, вдруг завтра что-то изменится. Но сам факт оплаты долга нашей Федерации Легкой Атлетики особо дуэт не воодушевил. Да, если честно, пока еще радоваться как-то особо нечему. То есть допусков еще пока нет, соревнования все идут мимо, поэтому как-то глобально ничего не поменялось. Статус нейтральных спортсменов, который пока для россиян является допуском к мировым стартам, не получены после оплаты штрафа. Это важное для нас решение Международная Ассоциация будет принимать уже после того, как Всероссийская Федерация подготовит так называемый план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. Пока они будут тачку возить, а нам уже эти разрешения нужны будут или нет, ясно уже теперь совершенно точно, что в августе нам не побегать нигде. За рубежом я имею в виду, кроме кто-то внутри страны. Остается вялая надежда на сентябрь и на полоктября. И что-то там получится или нет пока. То есть к тому, что ситуация прояснилась, лишь только частично прояснилась. Даже если нейтральный статус и будет в итоге получен, он действует лишь до конца этого года. Поэтому участие в Олимпиаде в Токио также под вопросом, ведь она состоится в году следующем. По словам Сергея Клевцова, только полное восстановление нашей команды. В Международной Ассоциации Легкоатлетов проблему может разрешить. А пока готовятся к стартам российским, раз ехать больше некуда. Очень сложно готовить атлета, особенно атлета такого уровня, не имея какой-то четкой программы. Куда мы готовимся, какие у нас старты, где там они по датам. Готовиться, честно говоря, для выступления, ну уж извините меня, может быть, за такое высказывание, как чемпионат России или кубок России. Ну как бы не то. Не то. Но в Брянск поедут, хоть и без энтузиазма. А пока разминка закончилась, шиповки надеты, впереди барьеры. Главное восстановление россиян в World Athletics им не под силу преодолеть вдвоем. Остается ждать и тренироваться. Известный Карл Юис выиграл вторую Олимпиаду в 35. Шубенкову нет еще и 30. И он, Клевцов уверен, в отличной форме. Было бы где ее показать. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.